Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1Серж23. Этим роликом я начну целую серию роликов. То есть, в принципе, она как бы уже начата и даже существует уже плейлист такой по автодомам. По автодомам, точнее, кемперам и всем остальным подобной тематике. То есть, в данном ролике я вам расскажу, вообще покажу и расскажу, как устроен автодом, что в нем должно быть. И вообще, в принципе, что в нем должно быть, на мой взгляд. То есть, это будет такой вводный, скажем так, ролик. После этого будет целая пачка роликов, которые будут интересны не только владельцам кемперов. Потому что решения, скажем так, которые я применил при модернизации своего автодома, своего кемпера, называйте, как хотите, эти решения позволят сберечь кучу времени и фантазии огромному количеству владельцев крупных катеров, первую голову крупных катеров, либо небольших катеров, но у которых, допустим, вот эти проблемы не решены. Вот. Это будут вопросы касаться энергообеспечения вашего катера, либо автодома. В принципе, водопровод, водоснабжение и многие другие тематики, которые могут быть конкретно вам интересны. То есть, сейчас я покажу вам, сделаю вам вводную. Расскажу. На улицу я не пойду. Сейчас уже вечер. То есть, как бы... Единственное, сейчас я приношу небольшие извинения по той простой причине, что дом находится в стадии, в принципе, зимней консервации. То есть, он не абсолютно, скажем так, ну вот здесь у меня лежат вещи, то есть и вся остальная штука. То есть, ну это нисколько не исказит общую картину, которую я хочу донести своему зрителю о том, как устроен автодом. Данный ролик будет полезен и интересен тем, кто в первую голову вообще либо не знает о том, что это такое, либо знает и хочет очень купить подобную вещь. Вот это будет для вас путеводитель своеобразный. Потому что, вот начиная с первого ролика и кончая всеми остальными роликами, я буду рассказывать о том, как я производил именно модернизацию на примере своего автотрейлера. Потому что сюда вложено очень много силы и энергии. Этот, как его называется, сделано очень много технических решений, которых вы не найдете больше ни у кого. Это совершенно серьезно. Либо найдете этот... Здесь я дам советы, которые могут позволить не наступать, скажем так, вам на ряд грабельных, которые, в принципе, с которыми я сталкивался. И на которые я наступал в процессе, ну вот скажем так, своего, своей доработки собственного трейлера. Итак, давайте сейчас я нажму на паузу, сниму камеру непосредственно, возьму ее в руки и буду показывать вам вообще, как устроен автодом. Вот эта вводная экскурсия, она в первую голову, как еще раз говорю, будет интересна тем, кто только вот только-только задумал покупать себе трейлер. И он пытается как-то вот разобраться в данном рынке, то есть разобраться вообще, что можно, что должно быть, чего не должно быть. То есть как это все устроено и вообще, в принципе, на что смотреть. Потому что автодома, они на самом деле, как бы достаточно разные между собой. То есть вот я видел их много и они все очень разные. И, скажем, пока ты не купишь себе что-то или не начнешь жить в чем-то, то ты не поймешь о том, что, допустим, вот это нужно, это не нужно, это комфортно, это некомфортно. Вот без этого можно обойтись, а без этого нельзя обойтись. Но в моем случае, в принципе, я не люблю обходиться без чего бы то ни было. И поэтому, в принципе, как бы я делаю всегда все по максимуму. Вот. Единственное, говорю, приношу сразу извинения в процессе данной экскурсии по моему личному автодому. Приношу извинения за небольшой бардак. Потому что, говорю, сейчас трейлер используется исключительно для вот подобного плана съемок. И, соответствующим образом, используется для переодевания экипировки. То есть переэкипировки, когда я езжу на воздушной подушке, либо, допустим, здесь гуляет компания. То есть или ездим на снегоходах, или еще какие-то темы. То есть потому что это вот, в принципе, для меня в данный момент это вот более полноценное использование. А летом он используется совершенно по-другому. То есть здесь летом все чистенько, нарядненько, потому что здесь все культурно и цивильно. А сейчас здесь и пыль есть, и всякая такая херь. Но это как бы нисколько не умаляет то, как это все дело выглядит. Сейчас я буду снимать камеру и все вам это дело покажу. Все, смотрите продолжение. Итак, добро пожаловать, как говорится, в мой автодом Caraveller 5400. Французского производства, то ли 2005, то ли 2007 года выпуска. Итак, начинаем со входа. Первое, что здесь есть, это, соответственно, дверная панель. Дверь, входная дверь, которая имеет противомоскитную сетку, которая закрывается. И, в принципе, вот эта вот часть двери, ее можно открыть отдельно. Это есть на всех автодомах. То есть, в принципе, особого внимания она не заслуживает. Как видите, по убранству дому все выполнено очень-очень стильно и красиво. То есть, сделано все либо в натуральном дереве, либо сделано в ламинированной подламинации под дерево. Вот показываю столик и все остальное. Столик является, кстати, это вот спальное место. Это первое спальное место, которое находится прямо у входа дома. Это зимнее спальное место, потому что вот рядом с ним, рядом с ним, вот показываю. Смотрите, находится газовый обогреватель, который, в принципе, имеет воздуховоды, которые распределяют горячий воздух по всему дому. Но про это я все покажу и расскажу отдельно, когда буду рассказывать непосредственно о газовом обогревателе. Имеет напряжение, то есть, если, допустим, вот видите, все, в принципе, здесь, как его называется, лампа 12-220 вольт. Но вот эту лампу я выключил, потому что она мне, собственно говоря, мешала при проведении съемки. То есть, она светит прямо в камеру. А так, полочки все выполнены в дереве. Это сделано не во всех домах. То есть, вот это сделано только в современных домах. Ну, здесь у меня расположен магнитофон, соответственно, магнитола. Здесь же прямо расположена система электроснабжения. То есть, это щитки 220 вольт, соответственно, щит 12-ти вольтовый. Также, соответственно, и, соответственно, стабилизатор, 6-киловаттный стабилизатор напряжения. Вот эта вся система, она позволяет практически, то есть, про все щиты, про систему электроснабжения, я буду рассказывать отдельно. По той простой причине, что это очень важная и нужная тема. И, собственно говоря, такого нету, ну, наверное, ни у одного. Потому что все, что здесь есть, это все абсолютно переделано. То есть, все было выкинуто. И даже вот эти вот лампочки, они и то были заменены на другие. Дальше. Эта система, соответственно, вы как только пришли, с одной стороны, вот видите, проход достаточно большой. Но, поскольку, еще раз говорю, дом широкий, проблем никаких нет. Здесь у нас кухня. Так, ну, шапку, ладно, оставим вот так вот. Соответственным образом получается мойка, получается газовая трехкомфорочная плита. В моем случае это микроволновка. Над ней также находится, рядом находится телевизор, который можно развернуть в два положения. То есть, вот либо в первое положение, вот в котором он сейчас, либо, допустим, можно развернуть его в этот, как его называется, если вы находитесь вот на этой вот задней кровати на большой. Кровати большие. То есть, здесь без проблем можно разместить 4 человека, 4-5 человек можно разместить в легкую. То есть, здесь вот это вот большое спальное место. Опять же, я, кстати, вот не рассказал. Вот видите, вот этот стол. То есть, он опускается. Опускается. Здесь вот все сделано, матрасы сделаны в свою нишу. И после того, как он опустился, для него берется вот такая вот специальная вот эта вот подушка, матрас, который кладется и, собственно говоря, здесь получается, можно застелить, получается большая вот такая вот кровать. То есть, у нее длина получается почти 2,4 метра. И, соответственно, ширина получается там где-то в районе полутора метров. Подушки можно убрать, можно скинуть вниз. То есть, здесь как бы это все дело на усмотрение. Так, ну, пойдемте дальше. Телевизор показал. Так, микроволновка. Микроволновка, 220 вольт, холодильники. Холодильник. Вот про холодильники я также буду рассказывать отдельно, потому что очень сложно. Это вот ящики всевозможные вот такие вот фиксируемыми кнопками. Ну, вот здесь, например, для посуды, то есть и для всего остального, для этого, как его, ложевилки и все подобные вещи. Так, дальше что? Соответствующим образом холодильник. Я про холодильник буду рассказывать отдельно, потому что это очень важный узел. Здесь, соответственно, мы имеем ванную комнату. Ванная комната снабжена соответствующим образом туалетом. Туалет поворачивается, туалет электрический, сливной. Зимой тоже работает, просто единственное, что у него заливается незамерзающая жидкость. Это вот полноценный душ, как в квартире, горячая, холодная вода. То есть, в трейлере реализована полностью вся система энерго-жизни и обеспечения. Здесь же находится, кругом находится вентиляция, так что здесь проблем тоже никаких нет. Закрываем комнату. Ну, и, соответственно, это основное спальное место. Видите, сейчас оно завалено, просто экипировка сплошной, потому что, говорю, я езжу на снегоходе, на воздушной подушке. То есть, и здесь постоянно у меня лежит экипировка. Тут же находится кондиционер, который, на мой взгляд, крайне необходим в доме. Как видите, оформление полностью, все вот это вот, занавесочки, то есть, все это сделано очень красиво и элегантно. То есть, такое есть далеко не во всех домах, не во всех трейлерах, но при этом как бы есть. То есть, вот в этом доме есть. То есть, это, говорю, это полноценное также спальное место. Здесь может разместиться два человека, либо, допустим, вы здесь можете разместить детей. Существует вот такая вот дверка, показываю. Вот, которую можно разместить, вытащить ее, и будет комната полностью отделена. То есть, вот она проходит вот по этой верхней части. Соответствующим образом люки, люки, люки кругом. Люки фиксируемые, регулируемые, то есть, без малейших проблем. Все это дело поднимается, регулируется, и все происходит очень хорошо. Вот, ну и, соответственно, большой люк. Все, поскольку, еще раз говорю, так, ну вот, блин. Так, одной рукой это делать неудобно. Здесь, с одной стороны, противомоскитная сетка, с другой стороны, вытаскивается сетка для того, чтобы солнце не жгло, не пекло. То есть, этот, как его называется, противосолнечная сетка, скажем так. Ну вот, люк открывается, все регулируется. Кстати, открываются все окна. То есть, вот это вот все сейчас у меня закрыто, потому что это просто не нужно. Еще раз говорю, дом переведен в зимнее рабочее состояние. А так, все это абсолютно функционально, и все это великолепным образом работает. Так что, вот, это трейлер. Здесь у меня своеобразное, вот, я сейчас все, очень многое количество роликов снимаю именно отсюда. То есть, это все можете посмотреть. То есть, вот такое вот красивое место. Ну все, краткий обзор я сделал. Ну, а по всем узлам подробно я буду рассказывать отдельно. Потому что это, если я это буду сейчас рассказывать, это займет просто часы. Ну, потому что здесь очень много сложных элементов, сложных узлов. И они заслуживают того, чтобы про них было рассказано отдельно. Все, смотрите продолжение. Итак, вот вы только что посмотрели обзор именно по моему автодому. Ну, это Кемпер Автодом. Называется он Caraveller 5400. Длина его составляет 5,5 метров почти. Это имеется внутренняя длина, там, 5,4 метра. Это вот как раз, вот, это его от одной стены до другой. Это внутренний размер. Максимальный, имеет максимальную ширину в своем классе. То есть, и, собственно говоря, высота у них у всех приблизительно одинаковая. То есть, ширина в данном случае у него по уличному габариту 2,50 или 2,55. Вот точно не помню. Внутренний габарит 2,45 где-то. Вот так вот. То есть, в доме есть все. То есть, в полном смысле слова. Это, на самом деле, как бы не все дома, не во всех домах есть все. Дома существуют, на мой взгляд, существуют разных двух категорий. То есть, первая категория – это дешевые дома, старые дома. То есть, в старых дешевых домах, даже независимо старых дорогих домах, домах до 2000-х годов, которые выпускались, в них все сделано гораздо более убого. То есть, это однозначно. Но это нисколько не умиляет их качество. То есть, они точно так же, можно ими пользоваться, можно их доработать, можно их довести до ума, причесать. И они будут очень долго и качественно служить своему новому владельцу. То есть, потому что после проведения ремонтных работ, тут, по идее, дохнуть особо нечему. А тюнинг, он и есть, он и в Африке тюнинг. То есть, тюнинговать вы можете безгранично. Единственное, конечно, если есть деньги, я бы рекомендовал покупать более свежие дома. То есть, вот этот, то ли 2005-й, то ли 2007-й год, не помню по документам. И здесь картина уже следующая. То есть, в нем вот этот дом, он достаточно комфортный. То есть, он более комфортный. Он даже изначально был более комфортным, чем, например, более дешевые свои собратья. Вот. В нем, в домах совершенно разная может быть отделка. Разные могут быть диваны. Вот видите, здесь вот полноценные такие большие диваны. Вот, красивые. Вот. Это может быть более бедно, более дешево. Там, либо более такая, этот, как бы сказать правильно, больше, ну, что ли, спартанский. Вот. Более спартанский такой образ. То есть, когда комфорту уделяется наименьшее внимание. Вот. А в этот дом, он был из разряд дорогих, что, в принципе, соответствует, видите, вот это занавески. То есть, оборудование, все остальные дела. Но, как еще раз говорю, по полностью, по обслуживанию, не по обслуживанию, а по устройству данного дома, я сниму отдельный ролик и вам его расскажу. То есть, я бы рекомендовал, если вы все-таки ищете себе трейлеры, то есть, смотреть от 2005, вот от этих годов и вперед. То есть, соответственно, единственное, что чем, соответственно, новее будет трейлер, то есть, тем больше денег это будет стоить. То есть, это надо четко иметь в виду. Потому что, этот, новые трейлеры, это очень дешевая вещь. В выборе между кемпером и, допустим, авто, и полноценным автодомом, который находится на колесах и совмещает с собой автомобиль, я бы все-таки выбрал вот такой вариант. Потому что, просто он более правильный, более грамотный. То есть, вот, чтобы не было связки между машиной и трейлером. Вот. Вот. Так что, такая вот ситуация. Давайте, я буду продолжать сейчас снимать ролики в этой теме, когда, по мере, конечно, по мере того, чтобы у меня была возможность. Сами все прекрасно понимаете. То есть, я обязательно расскажу о энергосистемах электроснабжения данного дома. У меня полностью, кстати, автономный автодом, переведенный на 220 вольт. Такой есть очень-очень-очень у единичных вариантов. То есть, в основном все автодома это газ 12 вольт и возможность подключения 220 вольт, но при этом основную функцию выполняет 12 вольт. То есть, основная система. А я все это дело поменял. То есть, мне это не понравилось. У меня основная функция 220 вольт, причем независимо от того, включен у меня дом в розетку или нет. 220 вольт у меня есть всегда. То есть, и на достаточно длительное количество времени. Вот. Об этом всем я тоже расскажу. Я расскажу вам о системе водопровода, о том, как устроен водопровод, как устроено отопление, как можно переоборудовать холодильник. Вот эти вот газовые холодильники, которые обычно используются в кемперах, как вы видели, у меня переведен на обычный бытовой холодильник, который, правда, требует очень серьезной доработки, надо иметь в виду. Но при этом вы получаете полноценный нормальный холодильник. То есть, в отличие от чуть-чуть охлаждающего холодильника, который есть в обычной пачке автодомов. Но вот такое решение тоже возможно. То есть, это все делается. То есть, это все сделано. То есть, этого не было. То есть, это все было убито в свое время. Вот. Это все было мной сделано. Так что смотрите за продолжением роликов. Я думаю, будет много очень-очень важной и интересной информации. Потому что, как еще раз я сказал в начале ролика, вот все вот эти решения, которые я здесь делал, их можно не только применять именно для автодома. Их можно применять для бани. Их можно применять для дачи. Для катера в первую голову. Ну и, конечно же, для автодомов, автотрейлеров и любых других кемпинговых систем. А так все. Спасибо за внимание. Надеюсь, ролик был для вас познавательным и интересным. Спасибо за внимание. До свидания. Вопросы, как всегда, через почту. Почта 1серж23собакамил.ру Пишите, обязательно всем отвечу. До свидания.